Ну вот в частности нефтяники. Нефтяники говорят до конца Трампс, до конца. До какого конца? До их конца. Для власти нет проблем, они могут с голоду помереть. Вот им сейчас выставили требование, чтобы 24 февраля они уже вернулись на работу. Якобы там миллиард тенге уже убыток, если не вернуться, всех уволят. Уволят, потому что они стоят, говорят до конца, до конца. Ну и будут стоять до конца, до конца. Он не поможет. До конца там, Аким, помоги нам, будут стоять. Это было уже в Женовзене, когда там около 10 тысяч человек бастовало, потом начали штрафовать, кого-то уговорили, люди часть вернулись, и около 500 человек остались на площади. Это уже было. Это вы спросите у Женовзенцев, это уже было. Единственный способ объединяться, в частности с нефтяниками я говорил, нужно идти к другим нефтяникам, с ними. Железнодорожная организация 140 тысяч человек. Если вы хотите получить поддержку народа, нужно 21-22 выходить на митинги. Вот нефтяники, там просто самих нефтяников свыше 500 человек, на Житубае. Семьи мы выйдут, уже 2000 человек. 2000 человек вышли, наши люди видят, также говорят, народ выйдет, я тоже выйду. Народ с Марса, что ли, должен выйти? Какой народ? Если каждый будет говорить, народ выйдет, я выйду, то он никогда не выйдет. Вот, пожалуйста, нефтяники Житубае. Вас больше 500 человек. Членами семьи, знакомый, родственник, минимум 2000 вышло. В Ахтау, сразу, город больше 300 тысяч. Там 10 тысяч вышло, декабрьские, январские события 22-го года, 300 тысяч человек там было. Они вышли, все, вся страна подхватила, и все, пошло, и побежало. Понимаете? То есть мы должны друг друга поддерживать. И вот 21-22 марта я предлагаю это сделать. С железнодорожником выйти. Выйти с голубыми шарами, с зелеными, с разными цветными шарами. Но мы собираем предложение. Окончательные дни и дату, лозунги мы объявим на следующей неделе. Продолжение следует.